ПЕДАНТ Говорит сам за себя название его, потому что этот фильм о ПЕДАНТе, который привык жить как по часам, у него всё расписано в поводу того, сколько литров должно быть в ванной налито, когда он принимает её, во сколько вставает, сколько есть, в какую минуту он должен находиться в определённом месте. И о том, как этот ПЕДАНТ влюбился в девушку, но она ему отказала. И помочь ему вернуть данную любовь согласилась её подруга, которая абсолютная противоположность данному ПЕДАНТу. Эта комедия забавная, также, как всегда, всё заканчивается хэппи-эндом, но я думаю, многим понравится смотреть, как этот человек, который привык жить в определённых рамках, начинает перебарывать себя, рушить свои границы. Второй фильм, который я хотела бы вам порекомендовать, называется «Королева ночи». Это фильм о том, как муж начинает подозревать свою жену в том, что она была не настолько хорошей и не настолько послушной. Он потихонечку, по кусочкам начинает выяснять о прошлой жизни своей жены. Фильм забавный, лёгкий, смотрится на одном дыхании. Я думаю, вам понравится, так что дерзайте. Третий фильм, который я хотела бы вам порекомендовать, называется «Сладкая ложь». Этот фильм довольно старенький, но он тоже лёгкий и приятный. Как говорится... Ай, забыла поговорку. Одним словом, выбирайте лучше правду, какой бы она ни была, потому что даже маленькая сладкая ложь может принести вам огромные проблемы. Но, если смотрели вы этот фильм, я думаю, многие его видели, потому что он был в 2000-х годах снят, примерно в 2008-2009. Фильм рассказывает о героине, которая безответно влюблена в молодого человека многие годы, но судьба, скажем так, преподнесла ей подарок. С чёрной полосы наступила белая полоса. Этот молодой человек случайно сшибает её на своей машине и там притворяется, что она ничего не помнит. Ну и, соответственно, пытается получить своё желаемое из того, что вышло, точнее, из её лжи, то, что она натворила, вы увидите, какой результат это принесёт. Надеюсь, вам понравится. Четвёртый фильм. «Клиника слуха». Эта комедия подойдёт всем, кому «Медведь на ухо» наступила, всем, кто хочет научиться хорошо петь, но они не могут. Есть клиника, в которой могут научить даже самого безалаберного, даже самого глухого, я имею в виду тех, кому «Медведь на ухо» наступил, научить хорошо петь. И в такую клинику обращается девушка, которая решает покорить возлюбленного, но там есть и свои минусы, так как возлюбленный любит её подругу. Вы увидите, если вы смотрели фильм, забыла, как он называется, а, ПС, мой тайный партнёр, партнёр по телефону, сюжет немного похож, по крайней мере, вот концовка. Пятый фильм называется «Любовь слепая». Его, думаю, увидели многие. Это комедия о том, что не всё красивое, что блестит. У главного героя случится расстройство зрения на определённый период, и всё некрасивое будет казаться ему красивым. И наоборот, всё красивое будет казаться ему уродским. Есть похожий американский фильм, я уже название не вспомнила, это было очень-очень давно. Фильмы чем-то похожи, и я думаю, он ему понравится. Так что смотрите, там известные актёры, очень популярные. Он сравним по, наверное, популярности для меня, по крайней мере, как «Двусотпудовая красотка». Так что обязательно к просмотру. Шестой фильм. «Две свадьбы от непрохороны». Это своеобразный фильм. Сразу скажу, если вы не любите тему, испытываете, точнее, неприязнь к людям, которые другая ориентация, то этот фильм вам сразу не подойдёт, потому что фильм рассказывает о двух парах. Две лесбиянки, вдвое геев, которые решают заключить фиктивный брак между собой, выставив себя нормальными парами и как бы жить себе припеваючи. Но, к сожалению, родственники одного из героев настолько настырные, что потихонечку весь обман может раскрыться. Комедия на один раз для меня, но многим нравится он. Вообще, это о бытовой жизни, поэтому, если вы хотите чего-то такого прям смешного, то он не совсем вам подойдёт. И всё-таки будет седьмой фильм. Я решила «Два лица моей девушки». Этот фильм вообще тоже старенький. Он рассказывает о герое-неудачнике. Я бы его так назвала, потому что у него нет девушки, у него уже такой солидный возраст. Он живёт со своей сестрой, берёт карманы-деньги у своего племянника. Короче, вообще просто неудачник. Но тут ему подфартило встретить прекрасную милую девушку, в которой он влюбляется, и начинает встречаться. Но у девушки есть расстройство личности. В определенный момент она становится из милой, красивой, приятной в дерзкую алкашку. Я бы её так назвала. Это смешной фильм. Сразу скажу, главный герой не красавчик, но фильм приятно смотреть. То же самое, что вот фильм «Педан». Там тоже главный герой, мужской мужчина. Он не настолько красив, но не отталкивает. Просто рушит стереотипы о том, что актёр должен быть красавчиком. На этом, пожалуй, всё. Это были все фильмы, которые я хотела бы вам на данный момент порекомендовать. Другие фильмы, которые новые, вышедшие, я пока рекомендовать не буду, потому что никто ещё не успел посмотреть. На этом, пожалуй, всё. Всех люблю, всех целую. Вашу Настю. Пока.